Я представляю компанию «Трансмашхолдинг Россия» и непосредственно Новочеркасский электроводствительный завод, который входит в эту компанию. Хотел бы сказать несколько слов об итогах этого года и планах на следующий год. В этот 2011 год Новочеркасский электроводствительный завод вышел с хорошими показателями. Производственные возможности дали выполнить план по индиционной программе, которая нам выделила российские железные дороги по производству электроводов магистральных, как пассажирских и грузовых, как переменного тока, так и постоянного. А также дали возможность сделать сверхплановые несколько электроводов для обеспечения российских железных дорог. Вы ожидаете второй год? Индиционная программа российских железных дорог практически сверстана. По этой программе потребность в продукции «Трансмашхолдинга» и в том числе Новочеркасский электроводствительный завод практически процентов на 20-30 больше, чем в 2011 году. Поэтому даже с учетом возможной волны кризиса и снижения, производственные мощности будут заводов «Невза» загружены. Значит, это значит будет работа, стабильная зарплата, значит, и в так называемый практически государственный заказ со стороны российских железных дорог. В основном сейчас российские железные дороги нуждаются в локомотивах, это тепловозы и электровозы, потому что это основа работы российских железных дорог. И мы в следующем году планируем, значит, запустить в серию новый грузовой магистральный электровоз, который создан компанией «Альстом Трансмашхолдингом» и инженерным центром «Терротранс», который создан совместно компанией «Трансмашхолдинг» и «Альстом» в Новочеркасске. Значит, в настоящий момент заканчивается проект, в следующем году планируется выпуск опытного образца электровоза, ее презентация, и также, так сказать, потом это будет базовая конструкция для производства целой серии электровозов, как пассажирских, так и грузовых. Вы правильно понимаете, вы используете эти электровозы? Да, конечно. У нас в этом году состоялась презентация, значит, на Экспо-15-20 «Щербинга» электровоза ИП-20, значит, в следующем году должна быть установочная партия, и к Олимпийским играм 2014 года мы их должны выпустить 36 штук для обеспечения перевозок из Москвы на Сочи. По прогнозам, все-таки Россия вступает в 2, хотя в 2,5, тем не менее, скорее всего, будет вступать. Как это может отразиться? В основном, как бы, российские железные дороги всегда, значит, вели государственную политику, значит, приоритет на закупу подвижного состава у, значит, у российских предприятий, значит, поэтому, как бы, и в дальнейшем мы надеемся, что это будет приоритет отдан, потому что мы стараемся делать современную, конкурентоспособную технику, которая может работать именно в российских сложных климатических суровых условиях. А также от ВТО мы можем ожидать еще того, что сейчас в настоящее время многих комплектующих современных в России не производится. Поэтому, значит, с вступлением ВТО, может быть, мы могли бы рассчитывать на более дешевый закуп комплектующих изделий для наших электровозов за рубежом. Может быть, вопрос, если я помню, тем не менее, РЖД сейчас наставит локализацию производства, когда речь идет о иностранных производстве. Как вы думаете, что касается запустили, да, то есть не проще ли организовать производство здесь, или пока нет, для Донска нет, так же, структуры и таких? Ну, в основном, цель этих и проекторов, совместного, так сказать, стратегическим партнером, в нашем случае это Альстом Транспорт, французская компания, значит, как бы цель и задачи, значит, этого проекта именно, значит, получить новые технологии, значит, по производству современного подвижного состава, освоив их и производство основных комплектующих изделий в России. В основном, компания широкая, значит, спектр продукции, значит, это и магистральные электровозы, и, значит, и тепловозы, и пассажирские вагоны, значит, и вагоны метро, значит... Я пытаюсь... Широкий спектр продукции, значит, входит в комплектацию, значит, продуктовывает, значит, линейку трансмашхолдинга, значит, есть и проекты по созданию, так сказать, совместных предприятий по производству трамваев французских, потому что, значит, высокого качества, высокие, значит, энергетические характеристики трамвая, потому что традиционно в России трамвай – это планово-быточный транспорт. Вот, значит, во многих городах, значит, трамвайные пути начали, значит, ликвидироваться, хотя в Европе, наоборот, тенденция, значит, идет к тому, что возвращение, значит, трамвайному транспорту, к экологическому чистому, который ездит без пробок, вот, значит, преимущество в Европе для транспорта такое есть. Поэтому и компания «Альстом» тоже хочет показать такой транспорт свой на, значит, российском рынке и, соответственно, его производить тоже в России. Последний вопрос. Что вы ждете от этих инфляций? Знаете, с 2013 года на рынок частных перевозок выходят компании не только со своими грузовыми вагонами, значит, цистернами и другим подвижным, значит, пассажирским грузовым составом, а также им будет разрешено перевозка и своими свои локомотивы, и этими локомотивами перевозить, в том числе и грузовые пассажирские поезда. Поэтому, так сказать, это как бы новая волна, значит, изменений, которая коснется всех российских железных дорог. И уже в настоящий момент частный оператор уже большой проявляет интерес к подвижному составу, значит, который выпускает предприятие «Трансмашхолдинга», вот, и в этом плане мы как бы изучаем этот рынок, потому что он растущий рынок, таких компаний будет в дальнейшем расти, и все больше компаний будет выходить непосредственно на полный по перевозке, как грузовые, так и пассажирские, уже как бы составлять конкуренцию российским железным дорогам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!